Всем привет, друзья! Для приготовления этого вкусного салата вначале ставим разогреваться сковороду и вливаем в неё 2 столовые ложки растительного масла. Тем временем, небольшим кубиком нарезаем 2 лука. Натёрла свеклу, а получается очень вкусно! Рецепт лёгкого салата из свёклы, который очень часто готовлю в своей семье. Очень вкусный, давно забытый рецепт. Сытно, просто и вкусно! Любимый салат моей семьи! Приготовьте этот салат из свёклы за 5 минут. Очень часто готовлю салат из буряка зимой и осенью. Знаменитый, очень вкусный салат Барби. Отправляем лук в сковороду. Добавляем 1 третью часть чайной ложки сахара. Добавляем 1 третью часть чайной ложки соли и чёрный перец по вкусу. Перемешиваем и обжариваем на умеренном огне до золотистости. Тем временем очищаем отваренную до готовности свёклу. Периодически лук перемешиваем. Теперь свёклу натираем на крупной тёрке. Салат из свёклы. Это не только вкусно, но и очень полезно. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на скорую руку. Можно подать как в будний день, так и к праздничному столу. Отправляем свёклу в миску. Теперь очищаем 4 отваренных крутую яйца. и нарезаем довольно крупным кубиком. КОНЕЦ Добавляем яйца к свёкле. Также довольно крупным кубиком нарезаем 150 грамм маринованных огурцов. Субтитры делал DimaTorzok Отправляем огурцы в миску. Добавляем остывший лук, мелко нарезаем пол пучка укропа. Добавляем в салат. Добавляем 1 столовую ложку майонеза и 2 столовые ложки сметаны. Хорошенько перемешиваем салат. Накрываем салат пищевой плёнкой и отправляем в холодильник настояться на полчаса-час. Натёртая свекла просто и вкусно! Идеальный рецепт свекольного салата! Каждые выходные моя семья с удовольствием ест это невероятно вкусное блюдо! Салат Барби из свеклы. Самый известный салат из свеклы в этом году. Беру свеклу и готовлю салат за 5 минут. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Съедят за минуту. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник. Улётный салат, который готовится за считанные минуты. Можно подать на обед, лёгкий ужин, в качестве перекуса и к праздничному столу. Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится 2 отваренные до готовности свеклы. Свеклу можно отварить заранее. Теперь свеклу очищаем при помощи овощечистки. Съедят за минуту. Вкуснейший салат из свеклы на каждый день и на праздник. Всего 3 ингредиента. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы. Когда натерли свеклу, ее необходимо натереть на крупной терке. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Быстрый и вкусный рецепт салата из свеклы. Готовится за 5 минут, а съедят за минуту. Улётный салат из свеклы. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на скорую руку. Сытно, просто и вкусно. Дешево и полезно. Можно подать как в будний день на обед или ужин, так и к праздничному столу. Когда свеклу натерли, отправляем ее в миску. Займемся остальными ингредиентами блюда. Нам понадобится 2 отваренных вкрутую яйца. Яйца также можно отварить заранее. Яйца очищаем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. Пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом приготовления вкусных салатов из свеклы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Когда яйца очистили, натираем их на крупной терке. Добавляем яйца к свекле. Также нам понадобится 50 грамм сыра. У меня сегодня моцарелла. Сыр натираем на крупной терке. Добавляем сыр к остальным ингредиентам блюда. Кроме того, нам понадобится 75 грамм чернослива. Чернослив нарезаем некрупным кубиком. Продолжение следует... Добавляем чернослив в миску. На сухой сковороде обжариваем 2 столовые ложки очищенных грецких орехов. Периодически перемешиваем. Процесс занимает буквально 2-3 минуты. Слегка остужаем орешки до комфортной для рук температуры и при помощи ножа измельчаем. Измельчаем до того размера, который любите именно вы. Добавляем орешки в миску. Также нам понадобится несколько зубчиков чеснока. Чеснок очищаем. Измельчаем и добавляем в салат. Теперь салат солим по вкусу. И перчим. Перчим по вкусу и по желанию. Заправим салат. Нам понадобится 2 столовые ложки сметаны. У меня 15% жирности. И 2 столовые ложки майонеза. Миксовать сметану с майонезом не обязательно. Можно использовать либо то, либо другое. Либо брать индивидуальные пропорции. Хорошенько перемешиваем салат. И даем ему настояться в холодильнике 1 час. Также нам понадобится несколько стеблей зеленого лука. Лук мелко нарезаем. Теперь салат подаем к столу. Я украшаю листьями салата. И буду подавать порционно. Стакан застилаю пищевой пленкой. Перекладываю салат и плотно утрамбовываю. Затем переворачиваю стакан. Убираю стакан и пищевую пленку. Посыпаю зеленым луком и подаю к столу. Салат из свеклы на каждый день и на праздничный стол. Натерла свеклу, а получается очень вкусно. Идеальный рецепт свекольного салата. Очень вкусный, давно забытый рецепт. Очень часто готовлю салат из буряка. Великолепный салат на скорую руку. Салат из буряка. Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится 1 красный ялтинский лук. Лук разрезаем пополам. Очищаем. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы. Съедятся минуту. Всего 3 ингредиента. Но как вкусно! Несмотря на простоту, салат получается необыкновенно вкусный. Теперь лук необходимо нарезать тоненькими полуколечками. Готовлю на каждый день и на праздник. Вкусный, ароматный и полезный салат со свеклой дешево и полезно. Быстрый рецепт готовится за 5 минут, а съедят за минуту. Отделяем полуколечки лука друг от друга и отправляем лук в миску. Замаринуем лук. К луку добавляем треть чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара, одну столовую ложку лимонного сока, хорошенько жамкаем лук руками. Теперь добавляем пол чайной ложки сушеного укропа, черный перец по вкусу и по желанию, также мелко нарезаем пол пучка петрушки. Добавляем к луку. Добавляем 3 столовые ложки оливкового масла. Перемешиваем, оставляем лук промариноваться на 5 минут. Тем временем открываем одну баночку консервированной фасоли в томатном соусе, откидываем на сито и даем стечь лишней жидкости. А пока займемся свеклой. Свеклу заранее можно отварить до готовности. Свеклу очищаем. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своими любимыми салатами из свеклы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Теперь свеклу натираем на терке для моркови по-корейски. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая свекла получается. Отправляем ее в миску. Добавляем фасоль. Добавляем замаринованный лук. И все хорошенько перемешиваем. По желанию салату можно дать настояться полчаса. Час в холодильнике. Салат из обычной свеклы готов. Подаем к столу. Улетный салат из свеклы на каждый день и на праздник. Сытно, просто и вкусно. Можно подать как в будний день, на обед или ужин, так и к праздничному столу. Натерла свеклу, а получается очень вкусно. Идеальный рецепт свекольного салата. Очень вкусный, давно забытый рецепт. Очень часто готовлю салат из буряка. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока!